Дорога в заброшенную деревню ведет мимо этого небольшого озера. И вдалеке я уже вижу дома. Сейчас мы обойдем это озеро и к ним подойдем. Поют птички. Совершенно девственная природа. И мало что указывает на то, что здесь когда-то жили люди. Разве что вот эти полуразрушенные дома. Мы свернули по дорожке направо. Идем по этой безлюдной улице. Слева от меня полуразрушенная банька. Ну а справа первый же дом. Покосившийся частично без окон, без дверей. Сейчас мы заглянем внутрь. Здесь когда-то был вход в этот дом. Такое крыльчко. Два креслица. Старинная дверь. Да, вот так выглядит этот дом изнутри. Здесь побывали вандалы, которые разобрали все полы. В крыше зияют дыры. Когда-то здесь были комнаты. Большой был дом. В общем, больше в этом доме смотреть нечего. Давайте будем выходить. Отход с двора тоже ничего не осталось. Пойдемте дальше по деревне. Надеюсь, что мы войдем в более интересные дома. Может быть, это будет следующий дом. Он тот. И покажем их вам. Вот он, соседний дом. Но, судя по всему, он в таком же подручающем состоянии. Да, совершенно верно. Полов нет. Потолок рухнул. Заглянем через окошко. Разобранная печь. И разобранные полы. Идем дальше по улице. По левой руке от меня дом. Практически ничего от него не осталось. Три стенки стоят. А скоро и они рухнут. Итак, перед нами еще один дом. На внешний вид он очень крепкий. Старый сруб. Сейчас подойду. Покажу вам наличники. Синенькие. Красивые. Стекла целы. На окнах. Возможно, в этом доме мы что-нибудь найдем интересное. Давайте зайдем внутрь этого дома. Здесь нас приветствует птичка. Вот она. И главный вход. Смотрите. Несколько пар сапог, которые остались от прежних хозяев дома. Справа вход в дом. Но мы сперва заглянем в вход в помещение. Здесь висят два веника для баньки. Заготовили. бочка. В ней возможно раньше солили огурцы. Может быть капусту квасили. Старый палас. Полки на которых стоит пустая бутылка. Ловка прокинутая и табурет. Старая сумка. При входе в комнату мы видим дверь лежит. Старая удочка. Разобранная печь. Кто-то что-то как всегда искал в этой пище. старая одежка которая осталась от хозяев. Вот она висит. Два стула. Небольшой столик. Здесь лежат три фотографии. Одна маленького мальчика и две фотографии военных. Сейчас посмотрим написано ли что-нибудь на долгую память от меня в дни нашей службы. К сожалению года здесь не написано. И вторая фотография на память Геннадию от его друга Владимира Березина. Город Каменск Уральский. Карантин 1969 год. Земляк сбора и подчиненный по карантину. За занавеской находилась небольшая кухонка. здесь буфетик с остатками посуды и спуск под пол. На подоконнике стоит ящик из буфета со старыми пуговицами. Я думаю те кто жил в советские времена помнит что такие пуговицы бывали практически у каждой домашней хозяйки. Давайте зайдем заглянем в комнату. Здесь на полу пузырек из-под мази. А здесь мы видим календарь. Роман Антонов. Вот ирония судьбы. С этим человеком я когда-то учился в одной школе. Он учился в параллельном классе. Православный календарь. Роман Антонов депутат ЗАГС собрания. Год календаря неизвестен. 2000 какой-то год. Ну что ж, Рома, вот и свиделись в заброшенной деревне. Очень большая комната. Пять окон. Показываю. Здесь полы разобраны. Посмотрите. Хочу обратить ваше внимание какие доски. Недаром предприимчивые люди приезжают, спиливают такие доски. Они действительно в прекрасном состоянии и еще конечно послужат. здесь тоже когда-то была печь. Старая одежда висит в куфайке, портки, остатки от стола, каркас кровати, старые брошенные матрасы, и уголок где когда-то стояли иконки. Этот дом на внешний вид очень крепкий. У него очень красивые наличники и они похожи на наличники того дома, к которому мы только что подходили. мастер мастер с любовью и заботой. На окнах до сих пор висят занавески. у входа стоят санки. Ух ты, а на них лапти. Давно я не видел таких лапти. Если бы их отреставрировать, их можно поместить в какой-нибудь этнографический музей. Красота. Входная дверь стоит рядом со входом. Ну и сейчас мы с вами зайдем внутрь этого дома. Мы приветствуем тебя, дом. В полу лежат старые вещи, сапоги, кроссовка, подушечка с вышитым на ней узором и сито. Окошко такое. Ну пойдемте внутрь. Давайте зайдем сперва правее в подсобное помещение. Стол. буфет. Возможно здесь когда-то еду готовили в этом помещении. Еще одно сито. Торзина. Возможно это помещение просто использовали как кладовку. Канат очень толстый. Пройдем в комнату. В комнате было пять окон. жаль, что все так перевернуто. Очень жаль. Непрошенные гости все переворачивали вверх дном. Дом вверх дном. Очень красивый комод. Очень красивый старинной работы комод. Спутник Марса, спутник Юпитера. Такая детская репродукция спички Валабановская. Спичечная фабрика. Несколько стульев. Книжки Кропоткин, Петропавловская, крепость, побег, издательство. Детская литература из серии книга за книгой. 1979 год издания. И Жильперо. Красная капелла. Была такая серия книг. Членская расчетная книжка товарищества Артель. 20 января год непонятен. Фамилия, имя, отчество состоит в товарищество. Год непонятен. Но я думаю, что годов семидесятых книжка. Здесь старый матрас, на котором две таблички. Скорее всего, это были возможно, жильцы этого дома. Шубяков Николай Васильевич и Шубякова. Евгения Степановна. Очень странно, кладбищенские таблички лежат здесь в доме. Кто, когда и зачем их сюда принес, неизвестно. Настоящая русская печь сохранилась в довольно-таки хорошем состоянии. Когда-то она очень хорошо отапливала дом и безусловно на ней что-то готовили. Еще один кухонный стол залаз в подпол здесь когда-то посуда стояла. Да, вот такой незамысловатый быт был в деревнях. Сколотили из досок стену, отделили кухонку, сколотили несколько досок между собой и получилась полка. Современные люди, конечно, так жить уже не хотят. Да и неизвестно, смогли ли вы. Здесь проход ведет еще в одну комнатку. Смотрите, какая дверь со стеклышками сохранилась. Кто-то когда-то ее заклеивал изолентой, насколько стекло немножко треснуло. стекло и и опять же старые матрасы. Комод. Посмотрите, какой комод, какой интересный. Сколько здесь ящичков, полочек и повсюду навалены лекарства. Сразу видно, что здесь жили пожилые люди. из этой кружки когда-то пили чай. Фотографии девочки. Очень серьезные девочки на фотографии. Ну, а этот комод действительно очень-очень старый. Этот комод очень тяжелый. Он из натурального дерева. Его даже с места невозможно сдвинуть. Такой он тяжелый. Если бы этот комод отреставрировать, он выглядел бы просто прекрасно и мог бы стать украшением для любого дома. А здесь в проходе между двумя комнатами возле этого стула висит старенькое зеркало. Возможно, здесь умывальник когда-то был, полочка. Мы покидаем этот дом. Несмотря на то, что внутри полная разруха, он сохранил свой уют и самопытность. Дом по соседству на внешний вид тоже очень крепкий. Здесь когда-то сидела бабушка или дедушка. В общем, тот, кто жил в этом доме. Да, здесь полов уже нет и внутрь нам не пройти. в комнатах та же самая ситуация. Заглянем в комнаты. Здесь то же самое. Полы давно отсутствуют. Ну, а сейчас мы пойдем дальше по улице этой деревни. я видел, что там в другой стороне еще есть дома и нам будет очень интересно их посетить. У этого дома есть еще вот такая маленькая дверка. Когда-то через нее жители дома попадали в подпол. Но сейчас она уже полностью уросла в землю. Хочу рассказать вам несколько слов о деревне, в которую мы сегодня приехали. Эта старинная деревня была основана в начале 17 века. В 1929 году был создан колхоз, в котором трудились люди. В 50-х годах было построено несколько ферм. Это была небольшая, но уютная деревенька. Рядом очень красивое озеро. А трассы сюда ехать примерно 5 километров. Но асфальтной дороги конечно сюда нет. Во многом благодаря этому в кавычках деревня постепенно пустела. И если в 2010 году здесь насчитали еще 15 жителей, то сегодня здесь никто не живет. Остальные дома этой деревни находятся по другой стороне озера старые столбы с проводами. Они напоминают нам о том, что когда-то здесь было электричество. На этой небольшой поляне когда-то стоял дом. Сейчас это можно определить по распустившимся нарциссам. Значит, здесь был палисадник возле дома. Ну и несколько вот таких досок. Это все, что осталось от этого дома. Мы идем вдаль по улице. Когда-то и справа, и слева от меня конечно стояли дома, от которых сейчас остались только редкие обгоревшие столбы. За этими березками я вижу несколько домов, к которым мы сейчас с вами идем. От этого дома мало, что осталось. Тем не менее, стены еще до сих пор стоят, держатся. Следующий дом выглядит покрепче, но у него огромные дыры в крыше. не 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 сохранилось ли что-нибудь внутри. Напротив дома остатки амбара. Березки растут посредине. А здесь остатки сарая, который кто-то громко назвал гараж. Возможно, здесь когда-то даже находился мотоцикл. Как знать. Через канавку кто-то положил доску, чтобы было удобнее пройти. первое, что бросается в глаза это старинный огромный сундук. Он обитый железом. Ух ты, какая тяжелая у него крышка. Внутри он абсолютно пуст. у меня под ногами чесало. Когда-то им прочесывали шерсть. А здесь висит смотрите какая колотушка. Интересно ее предназначение. Я житель городской. Если кто знает, пожалуйста напишите мне. Мне будет интересно. здесь несколько столов поставлены друг на друга. Старый чегунок разбитый. Ну, а в дом к сожалению нам войти не удастся. Здесь рухнул потолок. Идем к следующему дому. Рядом с ним растут кусты сирени. домов. Впереди домов. несколько домов. Три по левой руке и два или три по правой. домов. Ну, а сначала давайте заглянем в ближайший дом. домов. Дальше вошли в сене. Здесь на полу лежат, как всегда, старые тряпки. кто их только раскидывает. В очень хорошем состоянии самки самодельные. А здесь висит чей-то портрет. Валя Зенкина. К сожалению, мне неизвестно, кто это. Здесь же висит старая хозяйская фуфайка. Ну, а в дом, к сожалению, нам пройти не удастся. Здесь полов нет. Птицы облюбовали чердак этого дома. Я слышу, как чирикают тенчики наверху. Они сполошились, услышав человеческую речь. Давайте не будем их беспокоить. и пойдем из этого дома. Я бы хотел показать вам еще хотя бы несколько домов, но, к сожалению, они все в очень плохом состоянии, что войти в них уже невозможно. Последние два дома на этой улице полуразрушены. Печка когда-то была. Потолок практически рухнул. а у этого дома полностью обвалилось крыльцо. Зайти внутрь не получится, но мы заглянем через окошко. Наличники еще висят. По всему видно, что дом этот очень-очень старый. повсюду запах старости, древности. Хозяева этого дома позаботились о птичках и повесили сразу два скворечника на свой дом. Мышка вот где-то здесь она только что пробежала. она ушла в дом. Я не знаю камера это запечатлела или нет. Она видимо теперь живет здесь. Смотрите какая печь была. Крепкая русская печь. Вот еще один вход в этот дом. Так сказать не парадный. Но посмотрите какая старинная кованая ручка. Это настоящая старинная вещь. затрудняюсь даже сказать сколько может быть ей лет. Посреди улицы стоит огромное красивое старое дерево. Ему явно больше ста лет. ну а за ним мы видим домик к которому мы еще не подходили у него интересная крылечка сохранилась стекла на окнах целы даже кое-где занавески висят сетка от комаров помните советские времена такие сетки были на этом доме очень оригинальные наличники и резные украшения само крыльцо выглядит очень нарядно оно было покрашено в яркие красивые цвета да здесь на веранде полы полностью сняты и в доме скорее всего тоже обнаружил что все-таки полы есть и сюда вошел здесь полнейшая как всегда разруха на полу чтобы это могло быть я думаю скорее всего в ней когда-то сбивали масло старая салатница ну а что это было такое я не знаю если кто знает пожалуйста напишите в комментариях попробуем пройти дальше старый советский чемодан кухонный столик интересно зайти в комнату здесь когда-то была печь все что от нее осталось скорее всего дверь от шкафа была кровать стол перевернутый бумага совсем выцвела содержание перехода сложно сказать обрывки старых книжек коробьются под пол вещь какая была построена на долгие-долгие годы здесь я вижу календарь сейчас овощи фрукты изображены 1990 год я хорошо помню этот год 34 года назад как неумолимо летит время 34 года назад эта деревня была полна людей полна жизни и конечно дома не выглядели столь плачевно здесь кипела жизнь люди рождались жили умирали были уверены в завтрашнем дне прошли годы эта деревня опустела как и многие деревни нашей родины как же грустно смотреть на это выходя из дома я обнаружил что вот на этих крепких деревянных палатях была когда-то маленькая комнатка и там написано комната тани и даши как сейчас представляю себе как две маленькие девочки оборудовали себе маленькую комнатку на палатях прибили себе там полочки чтобы было уютно они играли там в куклы дочки матери ну еще какие могли там быть игры у тани и даши счастливое беззаботное деревенское детство как когда-то там было уютно тихо и спокойно это был последний относительно целый дом на этой улице покидаем эту деревню со светлой грустью когда-то здесь жили люди а теперь она опустела она опустела навсегда и теперь здесь царство природы и что Продолжение следует...